Здравствуйте! Время новостей в Пуле. С вами Илья Логинов. О самых главных событиях в этой минуте прямо сейчас. Николай Тимаков сложил полномочия главы администрации муниципального образования Заокский район. Накануне его отставку одобрили местные депутаты. Теперь исполнять обязанности главы администрации будет первый заместитель Лариса Акимова. Напомню, ранее Николай Тимаков объяснял свой уход тем, что решил сменить профиль деятельности. В областном избиркоме разработали схему для проведения выборов в региональный парламент. Так называемая нарезка одномандатных избирательных округов пока проходит обсуждение и примет рабочий вариант, как только ее утвердят депутаты. Предполагается, что это может произойти уже на следующей неделе в ходе очередного заседания Тульской областной думы. Мы решили узнать, что думают тульские депутаты о предлагаемой схеме. Территорию региона в очередной раз пришлось резать на части. Теперь их 24. На каждый проживает примерно равное количество туляков, порядка 50 тысяч. Как раз численность населения стала основной при создании этой пестрой карты. Из-за чего некоторые большие по площади, но малые по населению пункты, такие как Чернь, Теплая, Валова и Архангельская, пришлось объединять вместе, чтобы достичь отметки в 50 тысяч человек. Так получился самый большой седьмой избирательный округ. Мне понравилось, вот честно говорю, мне понравилась данная нарезка. Я не вижу в ней никакой крамолы, еще раз повторяю. Все компактно, территории большие, ну извините, но на них проживает 50 тысяч наших избирателей. Ножками нужно потопать, нужно поработать, нужно до каждого двора дойти. Так это и есть обязанность депутата общаться с людьми. Схема составлена с учетом изменений, которые приняты 31 января в ходе очередного заседания Тульской областной думы. Так число депутатов следующего созыва сократилось на два человека с 38 до 36, из которых 24 будут избраны по одномандатным избирательным округам, еще 12 депутатов по единому избирательному округу. Сторонники фракции КПРФ выступили против принятых решений в целом и не согласны с предложенной нарезкой округов в частности. Шаг за шагом Тульскую область стягивает политический Чернобыль. Сначала уменьшение партийных списков, доли партийных списков, потому что это единственная область, где это сделали. Нигде больше этого нет. Причем федеральное руководство партий политических, всех, и ЛДПР, и Справедливая Россия, и нашей коммунистической, выступили против уменьшения количества списков. Более того, Геннадий Дрич Зюганов, лидер КПРФ, направил телеграмму президенту страны, направил телеграмму губернатору Дюмину, о том, чтобы вот эти поправки, которые были на последнем заседании областной думы, приняты, были отменены. Последний раз карту региона резали на округа ровно пять лет назад. Это требовалось для выборов в облдуму шестого созыва. Тогда нарезка округов была также разработана с применением государственной автоматизированной системы. Но, по мнению большинства депутатов, в прошлый раз программа сработала не слишком корректно. В округах переплетались районы, города, села, причем кусками. Оттого она получила название Лепестковой. Если вот брать мою любимую Заречье, да, то раньше это был, к примеру, Зареченский округ был. Он простирался аж до самого Заокска. В Ясногорск кусок уходил, другой округ Заречье был разделен пополам. Кусок Венева захватывал. Сейчас на данный момент есть один округ в Заречье, в самом так называемом, это городской округ, его можно так назвать. И есть округ, который также город Тула, и туда присоединяется по соседству, который Ленинский. В избиркоме даже готовы сравнить старую и новую схемы. Видно, что из системы выбиваются только два округа, десятый и девятнадцатый. Они, можно сказать, сохранили элементы лепестковой нарезки. Один начинается в привокзальном округе и идет до самого Адоева, другой из пролетарского тянется до Венева. Любое мнение, понятное дело, субъективное. Что касается конкретных примеров, значит, десять округов были связаны в Туле в той нарезке, десять округов связаны с Тулой в этой нарезке. При этом в той нарезке только три округа были чисто городские, все остальные начинались, вот если мы с вами посмотрим, там, от привокзального района заканчивались в Альсенево, да. Значит, то сейчас за пределы городского округа Тула выходят только два избирательных округа. В данный момент предложенная схема одномандатных округов проходит обсуждение на комитетах. Вопрос об ее утверждении уже внесен в повестку очередного заседания Тульской областной думы, который запланирован на 28 февраля. Если большинство депутатов проголосуют за принятие данной схемы, то она официально станет рабочей. И будет использоваться вплоть до выборов в региональный парламент, которые, напомню, пройдут 8 сентября в единый день голосования. Илья Логинов, Игорь Щепотев, Сергей Давыдов, Новости Тулы. Порядка 60 человек пришлось эвакуировать спасателям из многоквартирного дома на улице Лейтезина в Туле. На втором этаже в офисном помещении, который принадлежит супермаркету, произошло возгорание. В дальнейшем огонь перекинулся на склад. Подъезды и квартиры заволокло дымом. Жильцов, среди которых много пенсионеров и детей, выводили из дома спасатели. Боролись с огнем 8 пожарных расчетов. Открытое горение было ликвидировано примерно за 12 минут. Прибыл на место ЧП начальник регионального МЧС Владимир Кий. Причина возгорания пока неизвестна. К счастью, никто не пострадал. Разбитые стекла окон и ветхий фасад дома усадьбы Конопадских на улице Каминского вызывает возмущение у местных жителей. Ремонт зданий планируется выполнить к 2020 году, но до сих пор его внешний вид изменился не сильно. Подробности далее. Этот дом входит во многие тульские путеводители. Особняк 80-е годы 19 века принадлежал семье Конопадских. Сейчас находится под охраной государства. Из видимой охраны только забор. Но даже он не может скрыть плачевный внешний облик здания. Блогеры бьют тревогу не первый год. Краеведы их опасения разделяют. Он уникален по своей архитектуре. То есть второго такого дома в готическом стиле в Туле нет. Этот готический облик он приобрел в начале 20 века. У него были прекрасные витражи в окнах. В общем, его можно сохранять как объект архитектурного наследия. Напомним, несколько лет назад дом был затоплен. Вода долгое время заполняла все помещения. Для сохранения и реставрации памятника его отдали в аренду компании «Модерн». Визуально за прошедшие годы здание практически не изменилось. Появился только забор. Но в региональной инспекции по охране объектов культурного наследия поясняют, ведутся и контролируются внутренние работы. В 2016 году компанией «Модерн» был выполнен проект на первоочередные противоаварийные мероприятия внутри здания. Получено разрешение в инспекции. И эти работы непосредственно осуществлены. Это осушение конструкции подвала и ремонт инженерных сетей. Изначально было заявлено, что окончание работ было запланировано в 2020 году, но сроки сдвинулись. Арендатор завершит комплексную реставрацию памятника в течение 7 лет после заключения договора, то есть к 2023 году. Анна Молодцова, Андрей Ремезов, Новости Тулы. Дома второй очереди ЖК времена года планируется достроить до конца 2019 года. Об этом говорится в объявлениях, которые получили дольщики жилого комплекса. Многие из них возмущены постоянными переносами даты сдачи объекта. Отмечу, что некоторые приобрели жилье еще в 2016 году и до сих пор не могут отметить новоселье. Обманутые дольщики сразу в двух комплексах времен года и Юго-Восточного высказали свое недовольство сотрудникам прокуратуры и Государственной инспекции по архитектурно-строительному надзору. Несколько часов в поле на морозе провели школьники из Тульской области. Марш-бросок на Куликовом поле собрал самых смелых подростков региона. Состязания, в которых смог бы принять участие не каждый взрослый, прошли в 20-й раз. Чтобы пройти эту часть полосы препятствий, нужна ловкость Человека-паука. Подростков не пугают разбитые коленки и не только коленки. Больше десятка команд из Новомосковска, Донского, Богородицкого, Щекинского, Тепло-Огаревского, Олексинского районов и поселка Епифань. Старшие школьники с ловкостью каскадеров преодолевают препятствия, подготовленные взрослыми. Одна из них – зажечь костер на ветру. Отточенные навыки и хорошо подготовленный инвентарь против смекалки. Быстрее всего разгорается обычный банный веник. Прежде чем приступить к задачам на ловкость и смекалку, командам пришлось пройти на лыжах около 6 километрах. От села Монастырщина до нового музейного комплекса в Маховом. Через зеленую дубраву, где как раз и расположена полоса препятствий. Трасса не самая простая. К примеру, журналистам, чтобы догнать ребят, в помощь дали лошадь, запряженную с санями. Даже ей идти в такую погоду тяжело. Что уж говорить о детях, которым приходится пробираться по насту. Тут не ловят телефон и интернет. В помощь обычная карта, которую выдали перед началом марш-броска. А это тот самый ордынский рубеж, который сначала вызвал недоумение. После состязания в зеленой дубраве и кроссе перелезать через сеновал, казалось бы, уже должно не остаться сил. Но и это преграда им по зубам. По итогам марш-броска первое место заняли ребята из Суворовского района. Самый желанный подарок для многих – пятерка по физре. Приблизит ли к ней победа на конкурсе, решать будут уже не судьи, а учителя. Это все, что мы успели рассказать к этой минуте. Больше новостей вы найдете на нашем сайте tsn24.ru. Узнавайте о самых главных событиях Тула и области вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова